Добрый день, дорогие зрители! Мы сейчас с вами находимся в Санкт-Петербурге, в гостях у коллекционера и автора нескольких книг, историка Александра Викторова и человека, который нам будет интересен еще в одном качестве, о котором мы скажем немного позже. Сначала, Александр, добрый день! Добрый день! Вот это вот часть написанных Александром книг. Александр занимался коллекционированием знамен, правильно я понимаю? Да, был такой период увлечения. Ну, фалеристика тут видна, но вот на заднем плане у нас различные виды холодного оружия, видимо, тоже темляки тут висят, шейные знаки. То есть вы понимаете, что к теме русского мундира Александр имеет непосредственное отношение. И вот когда мы планировали передачу, вот мы говорили, о чем будем говорить, я пришел сюда, и вот Александр выложил вот такую подборку наград, достаточно интересных и редких. Если можно, прокомментируйте, что тут лежит и почему. Да, ну вот по просьбе Андрея я кое-что показываю ему, он сам увлекся, видимо, недавно этой темой, вот, и проявляет такой живой интерес. Ну, фалеристика, она всегда была, как известно, такой темой, востребованной в кругах коллекционеров. А коллекционирование русских наград, оно всегда было, ну, как сказать, такой элитой собирательства. Всегда, так сказать, привлекало особый интерес, было связано непосредственно с нашей историей. Вот, ну, я не сразу пришел к русским наградам. Собирать-то я начал еще, наверное, страшно сказать, лет 50 назад. Вот, скоро будет. И начинали мы с моим покойным товарищем, вот, такой Володя Лосев был, его уже, наверное, никто не помнит. А когда-то мы в клубе коллекционеров были довольно известными подрастающими, начинающими, подростками такими. И мы начинали с советских наград, по той причине, что тогда никто их вообще не собирал. Тогда это было не криминалом, ничем. И их, фактически, нет, это не было криминалом. А когда это стало криминалом? Криминалом это стало позже. Криминалом это стало после перестройки, когда вот стал вот этот патриотизм весь подниматься, и возникла вот эта волна, ну, как же так, мы святым торгуем. Раньше никому в голову не приходило, они не представляли никакого интереса. И надо сказать, что в Ленинграде мы были фактически двое. Кто собирал? И все, что попадало к коллекционерам, так или иначе, они несли в клуб и так или иначе показывали нам. Не было вообще никакой литературы на эту тему, кроме вот книжек там вот Рожкового типа, таких, ну, популяризаторских, популярных книжек. Ну, вот, где общий вид, такой рисунок не всегда удачный. Ну, и краткие сведения были. И поэтому нам приходилось идти буквально на ощупь вот по этому темному лесу, и для нас то, что сейчас известно, как говорится, ребенку, для нас тогда было неожиданным, почему сзади вот у одних там винт припаян, а другие там вещат на ленточке, один и тот же орден. И вот это буквально так, и нам никто не мог из коллекционеров толком даже об этом сказать, да слушайте, не все ли равно там типа того. Вот до такого доходило. И многие медали, допустим, которые сейчас уже очень, ну, известны, их легко там найти, они у коллекционеров и в копиях известны, их не было практически. Допустим, первая советская медаль, 20 лет РККА, мы ее искали года три. Года три искали ее, не было в Ленинграде вообще как таковой. И когда привезли откуда-то из Краснодара какую-то замызганную, мученую, мы так радовались, как дети, так сказать, настоящую медаль. Тут парадокс. А с другой стороны, были очень редкие вещи, были ордена Суворова, там, Богдана Хмельницкого первой степени, которые предлагали, но у нас не было таких денег, естественно, тогда мы только могли посмотреть. Ну, они были тоже никому не нужны, там, и люди из Москвы, там, из семьи предлагали, ну, они куда-то уходили потом, естественно. Это было парадоксальное такое время. А потом, когда началась перестройка, и как бы наши, ну, вообще, надо сказать, я не понимал, ну, быстро, вернее, как сказать, наигрался, и не понимал, а в чем смысл коллекционирования советских наград. Вот честно скажу, вот руку на сердце положа, они довольно однообразные. Эстетика их очень преувеличена. Они вот, ну, накладываются на менталитет какой-то наш, на того, что мы другого не видели, ничего. По сути, это штамповка. Самая обычная штамповка, незамысловатая. Ну, дизайн у некоторых неплохой, конечно, продумал, художники работали над ними. Но в целом, как-то очень быстро наигрались, и я увидел их конечность и однообразие. И тем более, там есть предел. Вот, к которому подошел, там, пять разновидностей. Все, шестую можешь искать всю жизнь, и это окажется не разновидностью, а обычным браком. И в этом не увидел какого-то смысла, и когда началась вот уже перестройка, наверное, конец 80-х годов, мы оба отошли дружно от этой темы, и избавившись от них, так сказать, тем более, что цены начинали расти, и я никогда об этом не жалел. Вот. И решили собирать мы, увлечься вот именно наградами царской России. Тогда еще я не дорос до собирания наград там европейских. Да, от нас это было очень далеко, чуждо. Хоть некоторые люди собирали. И были очень хорошие специалисты. Вот. Но у моего товарища было несколько бронзовых орденов, которые к нему попали как-то там случайно. И мы так посмотрели и подумали, как-то мы так странно, мы собирали на двоих. Сначала мы собирали одну коллекцию вообще на двоих. Вот. Ну, потом пришлось все-таки поделиться, как это часто бывает. Вот. И так. И потихоньку стали вот собирать Россию. Я о чем нисколько не жалею. И вот советские награды, они остались, кстати, в далеком-далеком прошлом. А тогда еще это не было криминалом. Не было абсолютно никаким криминалом. Но если это было не связано с хищением их, что они откуда-то не пропали, никто не проявлял к ним абсолютно никакого интереса. Может быть, потому что не проявляли интерес, потому что изготовление похожих на советские ордена знаков, это была статья. Это тоже позже появилось. Я прекрасно знал законодательство. Я понял, что... Времени от изготовления схожих, это тоже все потом. Это понеслось, когда их стали изготавливать раньше. А кто мог раньше изготавливать схожие? Только монетный двор. Никакой частник не было ни ООО, ни ТОО, кто их мог изготовить. Поэтому и статья была не нужна, собственно говоря. Значок можно было только заказать официально, придя куда-то. Ну и, честно говоря, тогда было очень много хороших художников, дизайнеров, как бы сейчас сказали, которые понимали, что нет смысла делать. А с другой стороны, было полно советских значков, которые повторяли дизайн орденов. Мы это помним. Ну, допустим, 40 лет победы с орденом победы. Нет, ну это медаль, но просто значки были. Значки там, ветеран Ленинградского фронта, защитник Краненбаумского плацдарма, там везде эти изображения орденов, там ордена памятной дивизии, значки вернее. Там все эти ордена изображались, были крупные. Ну и что? А сейчас есть такая статья, там делают такой значок фронтовика, он повторяет себе в основе дизайна ордена Отечественной войны. Или там та же, вот у Малатова, там наделала каких-то орденов, которые там Сталина, которые повторяют, или там орден Ленинградского фронта. Ну и что, кто ее привлекает, это понимаете, это мертвая статья. А раньше это законодатель понимал, и этого вообще в голову не брали. Это было неинтересно и не представляло. Ведь это относится к законодательству, к разделу, как раньше говорили, порядку управления. Раньше с управлением все было в порядке государственном, и оно не нуждалось в такой вот глупости, как значки регламентировать. Ну вот, ну это ладно, бог с ним, да. И, короче, мы перешли к коллекционированию российских наград. Но это было тяжело, честно говоря, потому что единственным изданием тогда была брошюра Спаскова, которая внешне только издал, такая вот, где были ордена Государства... Да, книга Спаскова, которую издал, значит, у нас была она в Питере издана. И брошюра была от покойного Дурова, в ней только издал, который такую цветную красивую издал. И только по ним и могли ориентироваться, какие они из себя. А там, извините, такие раритетные вещи сфотографированные, которые там и в жизни особо не встретишь. И приходилось искать литературу, тоже никакой не было. И вот так тоже на ощупь подбирали какие-то первые ордена, и страшно радовались. Я помню, Станислава, Маннам, которые сейчас, в общем-то, обычные. Их было очень мало. Их было очень мало. Я познакомился с коллекционером, тоже, который собирал российские ордена. Он был такой, как бы сейчас тогда говорили, относился к кругу таких вот мажоров, людей близких к кругу, фарцовщиков, спекулянтов, антиквариатам. У него были деньги, и он любил историю, и он собирал. Вот у него были неплохие русские ордена. Ну, на сегодняшний момент там не было чего-то особо выдающееся. Но у него были Георгии хорошие, второй, третьей степени офицерские кресты. — Офицерские? — Офицерские кресты, да, были хорошие очень. Но если были деньги, их можно было найти. Понимаете, опять же, коллекционеров орденов, они все знали друг друга по стране. Ну, наверное, коллекционеров русских орденов было человек 10, ну, 12, на весь Советский Союз. И волей-неволей большинство из них знало, они замыкались на Москву. И если у кого-то появлялись деньги, то он всегда имел возможность что-то приобрести. Но орденов было очень мало, повторяю. И мы считали их тогда чем-то уникальным, необыкновенным. И когда кто-то доставал там обычного Станислава или Анну в клубе, там, самую обычную на последнее царство, мы все собирались, смотрели, цокали, ахали, крутили, там, поздравляли. Вот. И сколько их на самом деле сохранилось, мы узнали только тогда, когда вот после перестройки, когда открылись границы, когда сюда хлынул материал с запада, вывезли их туда массу. И когда цены стали расти, они и там появились, их смели из магазинов, их там стали покупать у старой эмиграции. Ну и здесь люди зашевелились, потому что это конец 80-х, начало 90-х. Это было время, когда люди стали очень нуждаться в деньгах. И, конечно, понесли на продажу многие вещи, не только по царизму, а вообще вот этот вот выброс антиквариата, который сделали обнищавшие советские люди, он был очень сильным вообще. И тогда очень много интересных вещей появилось. Да. Ну вот какие-то вещи, так сказать, приобретались. Но я постольку-поскольку собирал, потому что тогда еще не имел таких больших каких-то возможностей, больше пользовался удачей, так сказать, коллекционерской обменами, какими-то у меня было много всякообменного материала, другого. И что-то удавалось взять потихоньку. Ну так коллекция, в принципе, и складывается по чуть-чуть. Это интересно взять и купить целиком, так сказать. Смотря как некоторым как раз интересно купить целую коллекцию. Ну тогда это считалось как бы не очень, да и никто и не продавал целую коллекцию, они были не очень большие. Но вообще вот, понимаете, все купить целиком это неинтересно, в том плане как, ну приехал на рыбалку, кинул сеть и вытащил ее сразу, загрузил в багажник и уехал. Ну, интересно половить. А главное, что здесь начинаешь изучать, понимаете, когда попадается один отдельный предмет, и ты его начинаешь обыгрывать, ты его изучаешь, ты его смотришь, там, утром встал посмотрел, вечером пришел посмотрел. Появляются мысли, появляются какие-то, понимаете, когда их сто штук сразу взял, ну, сразу все, так сказать, фригидность наступает какая-то. Ну а что тут смотреть тут? Тем более сейчас много описано, и есть информации много, которую никто, правда, не читает. А раньше это было пользоваться спросом. Среди коллекционеров, конечно, я вот должен сказать, что вот это вот оскудение страшное, интеллектуальное, ну, я его наблюдаю. Меня, можете со мной не соглашаться, со мной можно спорить, но это, видимо, связано даже не только с тем, что коллекционеры такие, какое-то оскудение в целом в народе происходит, интеллектуальное. Вот этот уровень подупашек, где люди все черпают в интернете что-то или передоверяются другому авторитету, раньше мы не делали этого. А как вот раньше происходило, как сейчас? То есть вот вы сейчас, когда сказали про коллекционеров, оскудение интеллектуального, так сказать, уровня, в чем это проявляется? И в чем раньше это было видно? Понимаете? Ну, во-первых, раньше коллекционеров, молодежи практически не было. Это были люди зрелого пожилого возраста. Но вот в Ленинграде у нас это были, конечно, люди, как сказать, ну, народ был разный, но в целом это была интеллигенция. Это были инженеры, это были профессора, были научные работники. Вот просто каких-то залетных, там, знаете, стрелочников с железной дороги, там, каких-то, я не помню, или дворников, которые собирали что-то. Нет, такого не было. Это были интеллигентные люди, которые хорошо друг друга знали, которые друг другу доверяли. Было другое отношение к информации, понимаете? Если кто-то что-то сказал, сейчас человек или мимо уха пропускает, или там скептически относится, а к чему это ты сказал, а где это ты прочитал. Раньше эта информация была выверена. Работать в архиве было святым делом для всех. Всех, кого я знал, они все так или иначе ходили в государственную публичную библиотеку, в исторический архив, и сидели, сидели, искали, искали концы. Вот можно вспомнить судника Генриха Михайловича, известного коллекционера, которого все знают георгиевские темы, который вообще ходил туда как на работу. Все время, сколько я его помню, он ходил туда как на работу в исторический архив, перелопатил огромную кучу материала. К сожалению, это не вылилось в какие-то большие издания, ограничилось статьями. Но знания были у человека действительно, как говорят, энциклопедические. В него можно было влазать как в энциклопедию и быть уверенным, что он не фантазирует, что он не додумывает что-то, а человек добыл эти знания. И так же все говорили, и даже когда я был молодым, в общем-то, человеком достаточно, поскольку знали, что я много, у меня есть информация, допустим, по советским наградам, которые я добывал из разных источников, смотрел и тоже в архивах работал. Ко мне обращались и пожилые люди, и серьезно воспринимали то, что говорилось. Было другое отношение к полученной информации. Ее берегли, ее записывали, коллекционеры ввели какие-то свои тетрадки, грозбухи. Но я бы мог показать, которые мне достались от старых коллекционеров, эти большие, толстые, общие тетради, исписанные мелким-мелким почерком. Барташевич был известный коллекционер, но, наверное, знают некоторые его книгу, вышла в борении с Наполеоном, посвятившись всю свою жизнь наполеоновской тематике. Сейчас большая часть его коллекции, конечно, покажется смешной, какие-то медали покоцанные, старые монеты, но он собирал эпоху. Понимаете, он не собирал вещи в состоянии минта, он не смотрел, сколько она стоит по каталогу, его интересовала эпоха. И все, что связано с эпохой. Там были, конечно, и уникальные какие-то отдельные вещи, но у нас тяжело в России Наполеонику по-серьезному собирать. Но все, что он перерабатывал, он знал французский язык, у него была прекрасная библиотека, и он выписывал все, работал, работал, работал. То есть настоящей коллекцией были даже, можно сказать, его знания по этой теме. И другие также коллекционеры, понимаете, это была большая работа, которую человек должен был проделывать сам. Невозможно было набрать в интернете, там Луидор 1790 года, и прочитать всю информацию. Это надо было пойти, надо было найти эту книжку, надо было ее прочитать, надо посмотреть, какая литература, выписать ее в библиотеке, заказать, прийти. И как ты ценил эту информацию, ты должен был ее записать, потому что поход в библиотеку это потерянный день, вечер. Значит, ее надо зафиксировать, надо как-то сделать. И вот это предрасполагало к тому, что человек запоминал. Он ценил эту информацию, и ее ценили другие. Сейчас при таком вот огромном изобилии информации, она стала какой-то шелухой ненужной, так сказать. Вот человек сказал, ну да, да, если она нужна, и она ложится тебе, то, что ты хочешь услышать, вроде как ты берешь. Если она чем-то тебя не устраивает, ты от нее отмахиваешься, ты находишь повод там, и она тебе не нужна, а ведь на самом деле раньше так к этому не относились. Но тут еще есть порог входа в таком случае, потому что вот помимо денег, действительно, помимо денег и интереса, очень важны знания. И в тот период времени, о котором вы говорите, порог входа был очень высокий, именно вот в этом отношении. То есть нужно было набрать самостоятельно знаний, очень много, чтобы начать что-то собирать, чтобы у тебя не с фантика была коллекция. Сейчас достаточно выставить на форум, и там тебе, грубо говоря, напишут, не всегда правильно и не всегда не заинтересовано, но все равно это... Да вот, понимаете, в том-то и дело. Ну, во-первых, как люди приходят, это трудно сказать, вот этот порог входа, потому что разные люди приходили и отсеивались, а кто-то оставался и начинал расти потихоньку и подниматься. Некоторые уходили в коммерческую часть и искали, где можно заработать, а другие, наоборот, находили какую-то свою тему и начинали ее отрабатывать. Такие тоже случаи есть. Но все как-то... Понимаете, еще такой вот момент интересный, вспоминая каких-то стариков, которых сейчас уже никто и не помнит, коллекционеров того времени, вот тип Горшкова, Минс и так далее, чьи имена уже никому не говорят. Они раз в неделю, несмотря на то, что они были уже некоторые дедушки, и отцы почтенные, они раз в неделю собирались все и организовали обсуждение, кто чего добыл за неделю. Приносили какие-то... Или создавали тему, допустим, что давайте-ка мы поговорим вот на такую тему, давайте-ка мы обсудим Кульмский крест. И приносили то, что у кого есть, готовились, подсчитывали, и устраивалось, как сейчас сказали, семинар, коллоквиум какой-то такой, и начинали обсуждать. И в этих спорах очень часто рождалась истина, и ставились очень интересные вопросы, которые нам, допустим, кому-то поручалось отработать. Вот был круг. Но это научная деятельность, это люди, которые воспитаны советской системой образования, советской системой, ну не только советской, а научной системой. А коллекционирование это и есть, научная деятельность, по большому счету, согласен. Но в этом случае она будет очень ограниченная. То есть вот тогда я понимаю, о чем говорите, потому что, ну я помладше, но я все равно помню там начало 90-х годов, свою учебу, допустим, там тоже самое стфаке, и интерес тогда вот именно вот к общению на те темы, которые тогда были, ну актуальны вот в исторической науке. Я просто это помню. Это Куйбышский университет, тогда это назывался, то есть это достаточно провинциальный вуз. И то, понимаете, вот и то студенты сами организовывались, разговаривали с преподавателями, искали интересных людей. То есть такое было. Сейчас, ну наверное, в МГУ какого-нибудь этого... Не знаю. Есть? Да, что сейчас в МГУ. Я хочу сказать, что коллекционирование очень много потеряло, потому что исчезло вот это вот направление, исчезло вот это отношение к материалу. Потому что просто так собирать какие-то, как говорится, коллекции, собрания там разнородных предметов, определить чем-то там объединяемых какой-то там твоей мысли. Ну, вы знаете, это мелковато как-то. Ну, согласен. Но сейчас вот есть такая фраза «Коллекционер – это кладбище знаний». И она ведь не просто так возникла. Дело в том, что сейчас вот эти знания являются возможностью зарабатывать. То есть, в 80-е годы, в 90-е так ведь не было. Знаете, умный человек найдет возможность как зарабатывать, в принципе, если он занимается тем более антиквариатом и коллекционированием, а не только тем, что он сидит на своих знаниях и их продает. Мы, знаете, я знаю нескольких человек такого рода, которые прямо там в интернете пишут, ему задают вопрос, он говорит, «Ха-ха, что я типа-то дурак, тебе рассказывать, заплати мне там 5000 рублей, переведи, я тебе дам карточку, я тебе скажу, как это там и почему». Понимаете, это дно, что называется. Это уже самые низкие пошлипы, так сказать, людей. И поэтому считать, что они вот так вот поступают или зарабатывают, это путь в никуда. Коллекционирование, это именно, когда человек делится своими знаниями и делится бескорыстно. Потому что он понимает, то, что он нашел, может быть интересно, полезно и важно для других людей. И сидеть на этом, это совершенно нелепое занятие. Ну, если, конечно, для человека главное, это побольше денег заработать, но вообще раньше коллекционеры перед собой такой задачи не ставили. Вот, по крайней мере, тот круг, где я общался, я правильный сказал. Людей там, никто не гнушался, конечно, что-то продать, купить, заработать, там это понятно было. Но, понимаете, вот был, допустим, такой интересный момент, вот хочу тоже о нем вспомянуть, наверное, о чем сейчас забыли, что вот этот вот круг людей солидных, вот сейчас все так вот пренебрежительно и оскорбительно относятся к тому, что вот человек продал подделку, вот человек меня обманул, я вот купил. А почему вот это возмущение? Возмущение не к себе, что, господи, какой же я дурак оказывается, и как меня легко обмануть, и почему я такой, нет, меня обманули на деньги, 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 я потерял деньги, и все упирается в это. А вот эти вот старики, пожилые люди, я еще раз говорю, там, доценты, профессора, они не гнушались друг друга обманывать, вот таким вот образом. наоборот, это было делом почетным, взять и кому-то монету принести, объяснить, и тот смотрел, смотрел, купил, и когда человек обнаружил, что его провели, а между ними не портились отношения. Ну вот это интересно. Понимаете, люди понимали, что его то, что называется, научили. Ну, он сам мог так же поступить, в принципе, это была специфика отношений того времени, понимаете, это не носило характер, что я тебя опустил. Деньги были не те, чтобы из-за них стоить, там, 10 рублей, там, понимаете, ну, для кого-то, может, и 10 рублей были деньги, но с другой стороны, это бутылка коньяка, там, в магазине, там, ну, пусть даже 100 рублей, но, в конце концов, это месячная зарплата. Вот, но человек понимал, что он сам показал свою несостоятельность, что он сам подставился, что если он себя позиционирует, как знатока, как эксперта, ему в очередной раз показали, что тебе еще расти и расти, что твои знания еще не велики, и радуйся, что тебя подучили немножко таким образом. Не знаю, к этому можно по-разному относиться, но просто это было в порядке вещей. Я просто говорю это как факт. Никто не считал это чем-то, как сейчас там, не начинал позорить, мы его не пустим на порог. Наоборот, все дружно подсмеивались, подтрунили, говорит, ну что, Иван Иванович, нам это сейчас не понять. А тогда это было довольно, ну, не то, что этим жили, но... Я понимаю, но... Периодически такие... Я как человек, который изучал историю в университете, понимаю, что общество человеческие очень разные, и мораль у них очень разная. Конечно. Если мы возьмем Грецию какую-нибудь, древнюю, и просто попробуем там пожить, то мы не сможем там жить, просто потому, что те вещи, те поступки, которые совершали люди, они будут для нас абсолютно неприемлемы. И мы совсем не сможем, вообще, в принципе, это выдержать даже. И... Не только с моралью, но даже с физиологическим каких-то вопросов. Ну, да. Тоже русское общество 17 века, мы туда не впишем. Мы говорим о людях, которых мы помним, это практически наши современники, понимаете, которые были, довольны, я скажу, порядочными людьми во всех отношениях. Вот это изменение, представление о порядочности. У меня просто другое, но опять же, это мое. Это такая же разница, как, допустим, вот начинает сейчас приводить традицию ЦУГа в Николаевском кавалерийском училище и говорят, вот дедовщина. До дедовщины, как от неба до земли. Понимаете, это мы с позиции современного человека пытаемся видеть, что там юнкера старших курсов унижали. Это делалось не для унижения ни в коем случае. Там, извините, были дворяне, там были люди очень щепетильные, и они понимали, что это на самом деле, что это делалось без злобы, без желания унизить, а именно вот следуя традиции и даже определенным понятием о воспитании, которые тогда существовали на тот период, в том месте. То же самое я рассказал из коллекционеров, что сейчас для них сроки не приедут. Но вы знаете, очень хороший вот этот момент по поводу ЦУГа, потому что любой юнкер мог отказаться от ЦУГа, сказать, что я так не живу, вот по этим понятиям Николайского училища, но после того, как он выйдет в полк, он уже не считался офицером, вот, да, вот таким полноценным, все знали, что человек не наш чуть-чуть, да, 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 вот он не воспринял армию, он не воспринял родное училище во всей его полноте, что, да, вот, хоть допустим тот же ЦУГ, там, да, вот у правоведов это было бы абсолютно неприемлемо, другая, но у них были свои вещи там, ну, то есть это вот, понимаете, мы пытаемся оценивать с нынешних позиций, я просто рассказал в истории, это очень интересный момент, да, это что касается, вот, ну, постепенно это поколение ушло, и, это совпало, конечно, с периодом, вот, развала, распада, прекращения Советского Союза, деньги стали выходить на первый план, понеслась криминальная деятельность, полный рост, вот, люди стали воровать, где могли, обманывать, где могли, конечно, это затронуло и коллекционирование, затронуло сферу антиквариата, как всегда, достаточно острую, вот, ну, советские награды, да, перешли в категорию незаконных, вот, вы же помните, допустим, вот тоже возвращаясь к тому, что сейчас стоит, у какого-то ветерана украли какую-то, ну, не в обиду сказанную ветеранам и прочую, медальку, которую, извините, на любой толкучке, их можно купить и принести в ведро этих медалей, деду сказать, да только не, и из этого делают прямо трагедию национального масштаба, и все, в Москве, допустим, был убит вице-адмирал Холостяков, у которого похитили, там, герой Советского Союза, был убит женой, и все, но, знаете, никому не пришло в голову сразу учредить закон там о том, что мы будем преследовать за советские награды, вы знаете, нет, преступников нашли, осудили, а вот сейчас бы мы реагируем на каждый вот пустяк, в школе кто-то принес ружье, выстрелил, и, значит, надо по всей стране запретить, закрыть, и вот это все ужесточить, и какие-то странные законы сразу принимаются, которые не поймешь, как исполнять, а раньше, казалось бы, такое преступление, которое требует, тем более, это нарастало, что похищение наград увеличилось, действительно, они росли в целом, но законодатель не считал нужным почему-то реагировать на это, понимаете, почему? Была другая мораль, другое было отношение, и было другое отношение к наградам у ветеранов и фронтовиков, вот, но это отдельная тема, которая сейчас непонятна, и вот молодежь относится одним образом, и никто не хочет вспомнить, что вообще награды ветераны отечественной войны не придавали им, пока они были в уме, разуме, здоровые люди, никакого практически значения. Но там есть нюанс по поводу вообще всех наград войны, дело в том, что в 41-42 году наград практически не было, то есть там люди совершали все то же самое, что совершали в 45-м, но это естественно, но только их не награждали. Я другое хотел сказать, понимаете, настоящие фронтовики, они прекрасно знали, кому и как доставались награды, и для них наличие там одной медали за победу над Германией не говорило о том, что это не герой, а с другой стороны, наличие трех орденов Ленина и трех красного знамени вовсе к фронтовику не говорило, что перед тобой какой-то герой. Ну понятно. Поэтому награды стояли особняком, и, конечно, пока были живы фронтовики, пока было живо это отношение, они понимали, что в 45-м году нахватали все, кто мог, выписывали за что только не было, выдумывали подвиги, каких там фантастические совершенно, в 45-м году полно награждений за 41-й, за 42-й, там кто-то начинал вспоминать, какой я подвиг совершил, и на этой эйфории все это... И люди это знали, помнили, и никто не носил эти награды. После войны никто не носил, это считалось как-то неприличным даже, что-то одел свой орден, там Фокс носил свой орден, понимаете, или Жеглов. Жеглов носил, потому что он на фронте не был, но чтобы как-то показать, что он тоже не на продовольственном складе был, он его носил. Фокс носил как маскировку этот орден, так сказать, Ашарапов надел. один раз и то лишь потому что показать что он тоже как бы ребята там в это время парадную форму надела всегда понимаете это было другое отношение а так в принципе ну да и есть и есть и слава богу я помню вот друзей моего деда и вот 25 лет победы вот этот значок и даже не медаль это вот единственно практически что носил в каждый день и до значок да и было видно что человек воевал все понимали это и они так друг на друга и смотрели вот и все ходили партийные советские работники надевали колодочки иногда у них было на гражданстве но я имею ввиду после военных время чтобы показать что он тоже от награжден что он не то что там в тылу находился какие-то откуда у него там что там ну какие-то колодочки есть вроде как человек заслуженный а по-настоящему можно было видеть я еще маленький был помню мы ходили тогда не было ванна у нас мы ходили в общую баню и когда приходили туда мужики самые обычные раздевались там это было страшно смотреть потому что там каждый третий четвертый в бане его как топором изрубили когда вот смотришь там с такие страшные рубцы зашитые раны вот эти следы пулевых осколочных ранений на них это вот фронтовики кто-то без руки а потом они одевались в обычные пиджаки без всяких значков без ничего расходились и никто не знал кто это идет и что и что человек хлебнул хоть у него на самом деле носил там у некоторых наверно штук по 5 то наверно по 6 колодок тяжелых ранений этих нашивок бы было но они даже этого не носили но это было не в традиции как бы не кого ты хочешь удивить все вроде того воевали вот ну а потом как чем дальше уходило тем больше оставалось людей которые выжили которые где-то находились там куда пули осколки не долетали которые были поближе к заполнению наградных листов и но это есть везде так эта жизнь от этого никуда не денемся вот ну да а в царской россии в царской россии если мы перейдем то награды конечно давались очень редко и вообще-то когда-то было время до середины девятнадцатого века позже когда любой орден полученный сразу давал потомственное дворянство а с этим не шутили это куча прав это куча сразу как бы сейчас стали мощный социальный лифт и конечно этим ценили это очень ценили вот допустим тот же владимир ульянов который известный нам как ленин который был и везде подчеркивал и в анкетах писал что он дворянин он этого не стеснялся наоборот этим гордился он получил это по ордену отца его отец получил владимира за выслугу 35 лет и все его потомки стали дворянами по этой причине а самым до этих пор дворянином не был то есть это был мощный стимул вот к получению награды и конечно любой орден он подчеркил очень высокий статус человека любой поэтому их избегали давать от мещанам там не спрашивались они крестьянам казалось бы крестьяне такие подвиги там партизанский отряд создал там тлен взял бы в голову никому не приходило давать орден давали деньги добавили медаль вот ну сейчас просто на самом деле стерлась граница между орденами медали потому что мы сейчас не понимаем в чем разница это награда и эта награда почему но может быть орден там повыше чем медаль а в то время орден это представлял собой корпорацию то есть не просто так скажем это не просто некий знак твоих заслуг это знак того что ты вступил в некую корпорацию вот они жары царских орденов пошли ордена конечно именно так они воспринимались 18 веке наверно даже в девятнадцатом то есть орденская дума магистр ордена орденский храм орденский праздник то есть все те люди которые награждены орденом станислава они представляют собой единую корпорацию в которой они входят правильно говорю ну станислав он такой немножко кстати не очень может туда же ударил он стоявший особняком орден он пришел из польши и радовать епископ станислав котов через которую этот орден рожден он не относится напрямую к католическим католики признают но он еще тогда до разделения церкви как раз на рубеже вот этого разделения церквей великого на западную восточную и мы его конечно приняли сначала для награждения польских подданных потом для всех но допустим русских священников не награждали но русских священников вообще не награждали их сопричисляли к ордену и в грамотах так было сопричислить портать это вот тоже вот очень большое отличие которое вот на вот это не совсем понятно вот когда мы говорили о разнице орденов и медалей вот дело в том что орден это все таки но для дворян насколько я понимаю да ну в общем можно сказать как бы для он для служилых людей офицеров чиновников для интеллигенции но не для вот для по общего податного слова когда священников награждали орденом их именно не награждали как вот правильно формулировку она изменилась стать она 18 веке была одна в 19 веке стал другой сопричисляли и как-то по-другому вот но их священников награждали орденом анны третьей степени 2 ордена владимира и в редчайших случаях епископов там награждали александром невским да это мы первозванным тоже бывало награду в отдельных случаях митрополита филарета допустим его известный всем портрет если в интернете набрать он сразу с бриллиантами знаками но это был такой заслуженнейший митрополит который короновал на царство и александр первого белого орла их не награждали никогда и станиславы это польские так называем польские по происхождению ордена они так и назывались царские ордена то есть царство польская было да у нас царство польская и поскольку российский император он был еще и царь польский тот они входили как бы вот в систему царских орденов так вот и книжка вот а кстати вот дурова называется российские императорские царские ордена кто знает почему потому что были ордена императорские были царствуют андрей первозванный императорский орден а белый орел царский орден но и такие уже различия мало кому может быть сейчас интересные но тем не менее знать их надо и понимать так сказать разницу здесь надо вот хотя станислав был первый орден который давался самым чиновникам по выслуги и с него начиналось все одно с него начиналось продвижение вот и с него начинал я говорил кавалер федот да да так он гордился у чехова там у него несколько рассказов посвященных теме орденов есть вот где там два чиновника приходят в гости одновременные один прицепил чужой орден станислава там и долго закрывается так сказать от своего товарища прячется боком чтоб тот не увидел а потом как-то посмотрел он то а тут вообще обнаглел и она нацепил но тут и он развернулся так сказать это не двое сидели и перья распускали понимаете чехов же не просто так отразил это было отношение это был так-то довольно характерично хоть с другой стороны но понятны мелкие чиновник его накажут пожурят вообще-то за ношение ордена крепость полагалась заключение в крепость вот если мы посмотрим книжечку уложение о наказаниях мы увидим что за ношение ордена полагалось заключение в крепости по моему до полугода вообще-то с формой не шутили но вы знаете как много что это было очень серьезно как из за ношение прицепите лишнюю звездочку походи там на погон и увидишь чем тебе это обернется то есть это было очень серьезно и очень жесткая система существовала вот а что касается до орденов их давали так сказать потихоньку человек рос но были для каждого класса для эти из 14 классов свои пределы которые мог получить человека и в принципе по нему было видно что если человек идет со звездой то и тому же генерал фактически считать за редким случаем если военный там полковник станислава получит обычно это генеральская уже весь генеральский статус тоже у чеха в банде толстые и тонкие встречается вдруг у него видят там солнце и со звездой и его прямо сгибает автоматически тонкого вдруг он понимает какая-то разница ну да ну что касается орденов да еще что надо сказать здесь понимаете в ордене был важен вот сейчас вот чем принципиально отлично сказать вот люди собирают ордена допустим вот советские сейчас есть засекреченная такая вот плеяда коллекционеров которые боясь там преследования тем не менее собирают это популярно и все собирают вот по разновидности вот он сделал вот представьте какой-нибудь орден вот ну потерял его солдат где-то все и он взял там заказал или там звезду даже героя ему сделали вот у меня товарищ покойный был такой саша переманов у него его дядя родной был герой советского союза летчик и в первые вы раньше в москву вызывали для награждения с фронта для вручения в москве и он приехал туда получил естественно получил деньги да и в первый же вечер в ресторане где они выпили у него просто свинтили скитили эту звезду кто-то мы с сам сорок третьем году 20 грамм золота да кто-то в ее просто украл из своих или из чужих там то ли ему жарко стало он снял не знаю как то ли так отметил крепко что не чувствовал и ему ее никто не восстановил он-то вроде обращался и ну извини меня друг мы то есть вон и потерял в боевой обстановке то ему выдали может быть дали в 1 не стал врать понимаете сейчас по придумали вернуться на фронт да сказали там в полете зацепился там вот а раньше нет и никто ему не дала он все время ходил с бронзовые звездочки но с другой стороны он что от этого перестал быть героем ничуть не бывало но его звездочка которая была сделана какие там я не знаю техникам этого авиаэскадрильи там выпилена она для него была памятна дорога он помнил где и сделанную носил а так она никому не нужна ее выкинуть грубо говоря щас принесли куда-нибудь и коллекционером до в мусорное ведро и и выкинуть звездочку куда она нужна и рассказ о том как это получилось и как он воевал и что никому не интересен вот и кстати такое же отношение к целому ряду русских наград которые надо сказать вот допустим восемнадцатом веке вообще вот преувеличена значили как бы вот понятие что офицеры были богатыми людьми да 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 офицеры были вовсе не богатыми людьми и жили очень скупо так скажем я покажем его вот этот предмет покажем как раз об этом уже говорю да вот мы покажем я поэтому поместил тоже сказать что знаете и люди когда получали крест допустим вот известный плеяда крестов такая серия за очаков измаил за прагу за прайси шейлау кресты их чеканили из золота а при екатерине от 1 из моего чаков это здоровые кресты 20 с лишним граммов золото причем высокопробного 990 проба они выше чем монетный металл а тогда отношение к золоту и к серебру надо сказать было совершенно другим мы сейчас развращены вот этим количеством драгоценного металла а раньше извините меня золотой предмет на него посмотрели во все глаза так сказать и детям играть колечко конь не давали вот потому что это золото также было к серебру из серебра деньги делали понимаете и это было что вы серебряная денежка а сейчас у нас как бы ну что серебро кинула и поднимать вроде того ли вот а раньше когда получал человек золотой орден да еще такой куда он шел сразу он стал не отмечать праздновать он шел к ювелиру чтобы его продать получить деньги и на эти деньги купить что-то семье одеть ребенка так сказать купить там каких-то книг нужно купить еды жене что-то купить может из одежды потому что это была очень серьезная сумма вот этот крест это сейчас кабану что там 20 грамм золота еще прикинул да но это немало но тогда это не за 10000 это несопоставимо несопоставимо с тем что это было тогда и поэтому 99 процентов русских офицеров даже не особо нуждавшихся сразу переводили это золото в деньги а себе заказывали из бронзы кресты вот один из них мы можем видеть вот здесь на стеночке у нас кресты которые просто делались довольно грубо конечно и было далеко по качеству изготовления до монетного двора хотя некоторые очень неплохо сделаны вот и делались эти кресты из бронзы из меди и золотились огненным золочением он смотрелся ярко но к сожалению все они дошли до нас не в очень презентабельном виде потому что наш простоватый народ всегда по когда попадали в руки сразу начинал его пилить напильником со всех сторон и разыскивать в нем золото разблестит то кстати убеждался справедливости поговорки что не все золото что блестит поэтому все они имеют на себе такие следы воровские попытки это зачисток ножом отверткой поцарапать где-то напильником попилить вот а тогда офицеры их носили и если мы посмотрим галерею восемьсот двенадцатого года то мы увидим что те одни и те же кресты в груди на груди у полковников генералов там заслуженных они все отличаются друг от друга и часто говорят что но это наверное художник так нарисовал нет художник рисовал так как положено и таких художников которые могли нарисовать не так чуть больше чуть меньше извините меня гнали в шею с крыльца они заказывали им портреты генерала поэтому если мы видим крошечный крестик так он и был у него крошечный а если он висит огромный то он значит был огромный вот и генералы тоже были люди наши они конечно смотрели на свое изображение там родственников звали похож не похож на генерала интересовала насколько точно выписаны его и палеты пуговицы сабля награды и если там что-то не так то есть я это к чему говорю у них у всех бронзовые награды они золотые и все понимали что он все равно герой очаковы и измаила это золотая она или нет это она бронзовая вот прям кстати вот сколько я вот видел этих от первой степени вот этого периода все бронзую почему по той же самой причине это золото то есть из капитула выдавались золотые ордена давайте на камеру покажем давайте покажем вот это она периода начала 19 века правильно понимаю это конец 18-го земля за это до павловский период ну может быть даже и начала 19 она такая же была по типу вот она из обычных стекол вставленных здесь белые стекла изображает как бы бриллианты красные стекла они есть красные стекла не на подлинных орденах были из стекла они рубиновые а сам орден вот он ведь такой вот он потертый но все равно сохранилась вот это ярко ртутное позолото его вот и его тоже вес такой значительность но даже бронзовый такой и достаточно тяжелый по золотой он тоже был увесистый и человек точно также шел к ювелиру причем ювелир вынимал эти стекла он их не сам дел переставлял медальоны часто переставлены с оригинального ордена а все остальное бронзовая вот и в этом нет ничего удивительного потому что даже когда делали ревизию капитула в начале 19 века и стали пересматривать ордена которые все должны были сдаваться они вдруг внезапно обнаружили что у них там добрая треть если не больше орденов то бронзовых прислали оплате они смерти кавалера в русской империи все ордена которую получил должны были быть сданы обратно в капитал орденов да они полагались к сдаче и казалось бы ну а зачем сдавать сказать потерял и все а вы знаете не платили пенсию от штрафовали если он не вернули и было выгоднее вернуть получали специальную расписку даже выдавали от капитал что орден сдан а этот орден снова выдавали если надо было его ремонтировали вот и когда вы стали проводить ревизию орденов капитуле мы начали 19 века увидели что очень много орденов туда вернули они выглядят совсем как настоящие а по сути они не являются драгоценными не знаю что с ними там потом сделали но выдавать их конечно не стали использовали золото а вот такой торт могли выдать в тот период когда вот такие ордена уже пошли а с тем вот такое чем он такой особенно такой как но вот это вот тот вариант станислава где крылья вниз у орла сейчас мы перейдем к тому что хочу чтобы наши слушатели поняли что не играла роли никакой какой орден носил человек все знали что он герой что он заслуженно это было отношение если видели у него крест за измаил никто к нему не лез а ну-ка ну-ка а чё он у тебя не золотой то это в голову никому не приходило никто не надевал чужие награды это строго пресекалась это лишение чести себя и поэтому если человек шел с измаильским крестом пока они все с такими ходили а у нас сейчас отношение изменилось понимаете и все разглядывают и какая-то разновидность это тоже к но даже не удостоверяет то что я совершил подвиг это удостоверяет то что у меня есть предмет в коллекции который относится к тому-то это совершенно разные функции сейчас не про коллекцию здесь говорим а именно по отношению к награжденным вот что сейчас так сказать смотрят с таким предубеждением уже ну мы сами девальвировали наше общество все награды настолько сильно что уже все с подозрением смотрят откуда-то к это куча закрытых секретных указов не поймешь кто герой россии кто не герой раздать за мирное время там уже состязаются у кого 8 орденов у кого 9 орденов то есть раньше люди прошли там все фронты там ранения вот маршалы были а такого количества орденов сколько сейчас некоторые получили там коридорах ходя и принимает какие-то там политические решения вот такого количества у них не было высших орденов но это как говорится уже другая тема вот но на ордена надо сказать существовало пошло да да это пошло советское время но закрытых указов вот таких вот не было и боевые ордена советское время вот так вот не вручали сразу знаете вот тут была такая ситуация что не помню где это прочитал что когда выдавали какого-то спортсмену орден ленина какой-то фронтовик сказал что придумали бы специальный спортивный орден вот просто на фронте орденей на такие потоки крови а вот он-то тут за спортом это уже да это уже недостатки наш ну понимаете орден ленина по станку мог быть выдаваться надо смотреть соответствие статут может он даваться или нет я понимаю что для фронтовика там орден Ленина А что ему, а если какие потоки крови, так сказать, здесь, как их измерять? Мало ли кому давали, он доярки по шесть орденов Ленина имели, ну пусть он придет к ним ругаться, так сказать, этот фронтовик. Надо к этому поспокойнее как-то относиться, хотя были такие, так же, как вот у Кавпака, так сказать, когда его наградили боевым орденом Ленина, а его комиссару, там позже, погибшему Рудневу, вручили знак почета. И Кавпак, ну, пользуясь тем, что он далеко от Москвы, я, видимо, так сказать, подраспустился в лесах, дал радиограмму, что мой комиссар это боевой, так сказать, партизан, а не доярка. Хоть, в принципе, знак почета, его статут предполагал награждение военнослужащих. Знак почета награждали войну военнослужащих, да. Да, вот, но тем не менее, вот отношение такое, ну это уже личные восприятия. Ну, при царе таких, в общем-то, старались не выкидывать номеров, потому что любой орден был почетен. Я перебил просто вот. Да ничего страшного, да. И хочу сказать, что на ордена тоже существовала мода, как это ни странно. И орден, выдаваемый из капитула, он всегда имел определенный образец, он утверждался. Как делался капитул орденов, это организация, ведающая и выдачей, и учетом. Они производили периодически заказ, ну, как бы сейчас сказали, тендер организовывали, смотрели, чьи ордена подешевле какого изготовителя. Раньше вообще не было понятия государственный чекан. Вот мы это перенесли, как сейчас, монетный двор. Монетный двор при царе не занимался, при царе батюшке, изготовлением орденов вообще. Он занимался чеканкой монеты, чеканкой медалей. Ордена делали частники. Все без исключения. И говорить о том, что вот это орден государственное изготовление, нет, не было. Были все ордена только частное изготовление. Просто были по заказу государственное. Есть капитульные ордена. Капитульные – это ордена по заказу капитулы, изготовленные частниками. Да, да. И не более того. То есть этот частник точно так же делал ордена и просто на продажу, он не в капитул. У них были, допустим, свои магазины у того же кебеля, была своя мастерская, и он мог совершенно спокойно изготовить орден и положить его в магазине. Причем ордена, которые они продавали в магазине, как правило, выглядели лучше. Вот Эдуард, те ордена, которые до нас дошли, они изготовлены более аккуратно, более изящно. Давайте только скажем, почему они продавались в магазине, для кого? Для награжденных. Для награжденных. То есть это не просто так, чтобы человек купил и пошел с ним дальше. А вы знаете, любой человек мог купить и пойти. Только потом... Это да, но, понимаете, ордена были. Ордена носили, их можно было купить. Их приносили ювелиром, сдавали. Иногда к человеку попадал орден, и он его нес куда? Да он его нес ювелиру. Или в магазин. Зачем? Потому что тот его мог выставить на продажу. Тот его покупал по золоту и на этом зарабатывал. То есть, допустим, на Анне утрачена решетка. Или кому-то нужны орден с мечами. Он изготавливал. До нас дошли много орденов хорошего исполнения, а мечи на них страшненькие, какие-то такие корявенькие, как на пильничком сделанные. И никто не знает, что об этом думать. А это всего лишь частное изготовление этих мечей на имевшийся орден. Человек или потерял, или кто ему подарить хотели. Часто было, орден еще не пришел, а товарищи хотят, чтобы он ходил с орденом. Каждый день дорог, так сказать. Ему заказали, пошли к ювелиру. Ювелир изготовил за вечер эти мечи, как он их понимает. Припаял аккуратно, отдал. И он до нас дошел, а мы сейчас удивляемся. И даже делали работы, встречаются ордена, где клейма одного периода, а мечи другого. И причем это доказательно другого, потому что на мечах стоят клейма. Допустим, крест, стоят клейма до 908 года, а головки на мечах стоят, знаки подтверждения, после 908. На монетах и медалях Станислав Черный с мечами, проклеменный головой. Да, да, да. И вот он лежит там, достаточно редкий орден, но там лежит, наверное, несколько лет, и его никто не берет. Вот это к вопросу о неграмотности наших коллекционеров, о их приверженности шаблону. И то, что, к сожалению, коллекционирование свелось, ходят яко слепой по стене, так сказать, и положив руку на плечо впереди идущего. И своей головой никто не желает не узнать. А с другой стороны, он понимает, что да, может быть он и подлинный, а кому я это потом докажу и куда я его потом дену. То есть вот взять для себя как редкую вещь, как документ эпохи, какое-то свидетельство, нет. Вот это вот коммерческая составляющая и желание того, чтобы потрафить всем, угодить всем, чтобы все, никто, не дай бог, плохого слова не сказал. Поэтому все, только капитальные вещи, только... Ну, это ужасно. На самом деле, на самом деле, вот я хотел сказать, что капитальных вещей было много, конечно. Но вообще, не капитальных вещей было не меньше. Потому что в России было огромное количество ювелиров, была потребность в наградах. И очень многие делали награды, заказы ли ведь наоборот. Вот вспомним, допустим, награждение, когда наградили императора, если мы почитаем мемуары Юсупова, кажется, Юсупова, если я не ошибаюсь, когда императора Николая II наградили Георгием, он пошел в музей, закрытый тогда войну, арсенал, это сейчас, который артиллерийский музей всем известный, да, артиллерий, инженерской войсковой связи. Ну вот, взял орден, принадлежавший императору Александру I, насколько я помню, пошел к Фаберже с ним и попросил изготовить такой же орден. И тот ему изготовил такой же орден, ну, скопировал, и он послал его в подарок от себя Николаю II. Хоть тот, конечно, получил и обычный орден, что у него запас в поезде, естественно, был для награждений. То есть, если мы сейчас возьмем, мы будем думать, а что это, собственно, за орден такой? Он не похож ни на один из имеющихся. Это и не Кейбель, и не Эдуард, и Фаберже вроде делал, он не делал, не знаю, поставил ли там Фаберже клейму, потому что часто не ставили. Для государя не ставили ювелиры, когда изготовлены. Да, ну, это тоже не все знают, это тоже не всем известно. То есть, то, что делалось для царя, не проходило апреля. Не только царя, и даже для двора, допустим, великие князья, да, понимаете, ведь как происходил заказ, но великий князь, ну, вот ему понадобилось, у него была не одна, допустим, Андреевская звезда, но у него были свои ювелиры, он там болен, усказал, слушайте, передавили там кому-то, он через кого-то, через адъютанта, звезда. Тот сделал, зачем ему таскаться в пробирную инспекцию, пробирную палатку, ставить какие-то клейма, платить за это деньги, это что, потом великий князь пойдет в ломбард его, что ли, сдавать, что там ему скажут, а штемпсель есть тут, типа. Он сделал, и такие ордена, и в Эрмитаже хранятся такие ордена, есть в царском селе, но та же звезда, одна из великих княжон, без клейма. Клеймо, это прежде всего фискальная политика, то есть... Это понятно, но, понимаете, на царя и царской дворе это не распространялось. На царя это не распространялось, естественно, поэтому, да. Да. Ну, кстати, иногда на орденах встречаются даже поддельные клеймы, на подлинных орденах, причем поддельные клеймы. А вот продавали, может быть, через магазин, может быть, клеймо было слабо поставлено и ушло, может быть, его сделали, но проклеймили своим клеймом одно. Это же было не раз, это много скандала было с селом Красным, вот, в Костромской губернии, где ювелиры были, где там в каждом доме свои фальшивые клеймы были у них. Ну, они тоже думали с разбором, куда поставить, что. Но, знаете, каждый раз удар молоточком, это там рубль сэкономленный, извините меня. И все понимали, где можно засыпаться, а где можно поставить, и где можно это обойти. И на кавказских шашках, допустим, часто, ну, бесспорно, старая кавказская шашка, а серебро проклеймено там изделиями таких мастеров, где вместо головы девушки, голова грузина, понимаете, так сказать. Ну, на кавказских шашках очень часто вообще никаких... А часто никаких. Там вообще-то Кавказ, там горы. Но иногда, иногда встречается именно старая, вот привозили вещи оттуда, видно, что они уже заросли старой, так сказать, вот патиной, покрылись. И она, в принципе, ничего не решает, это клеймо, вы понимаете, если предмет подлинный, никто не говорит, что кавказская шашка должна иметь на приборе клеймо. Но, видимо, когда-то это сочли нужным или когда продавали, говорили. Вот, а люди в клеймах и сейчас не разбираются, а раньше и подавно, так сказать, там. Вот, я вот опять же, просто прошу прощения, перебил, вот такая была классная, классный заход на тему моды на ордена. Да. И вот я все жду, когда мы к этому вернемся. Вернемся, хорошо. Вы знаете, да, мода на ордена была, и она возникала неожиданно, и сопротивляться, как и каждой моде, ей было невозможно. Так же, как вот XVIII век, допустим, породил крупные ордена, большие, и мы иногда смотрим на портреты и думаем, да неужели такой огромный орден у него? Да, именно такой, да, именно вот такого вот огромного размера вот такие кресты. Потому что тогда это было что-то сверх, это как сейчас, не знаю, орден Победы все равно, что было, он с Георгием или с Владимиром. Вот, и звезды большого размера, такие крупные, вот, и они носили, но, к сожалению, эти ордена практически до нас не дошли, опять же, из-за золота. Большое количество золота, которое ценилось куда больше, а орден, он, ну, всего лишь орден, и все. И поэтому их переминали, меняли на другие, более поздние переделывали, и они до нас дошли в очень малом числе. Я вот, вот, прямо такую ремарку, дело в том, что при дворе, там, у императриц были, естественно, наборы каких-то украшений с камнями. И периодически они, вот эти старые украшения, там, 18-го века, 19-го, они их, эти камни выковыривали, а из этих делали украшения по моде. То есть это вот... Да, да, из 18-го века делали, там, те, соответственно, да, уже, допустим, рококо никто не носит, там, да, орнаменты. Давайте классицины, ампир давайте, вот, хочу, как все, это правильно. Так также, сколько погибло сервизов 18-го, 17-го века, старое, там, русское серебро, ну, куда у нас эти дедушкины кубки тут какие-то, лебеди чеканные, кто их сейчас на стол ставит, что ли, Александровская эпоха. И отдавали ювелиры, отнесли, там, два пуда серебра, и он сделал какой-нибудь классический а-ля францетам сервиз. Ну, много погибло, таким образом, к сожалению, с этим ничего не поделаешь. Так вот, что касается орденов, то вот эти вот большие ордена постепенно мы, у нас были, но когда мы сходили в Европу, вот, заграничные походы побыли там в Германии, во Франции, то увидели, что, оказывается, там, как бы, никто не носит такие огромные лапти, тяжелые ордена, что наоборот, там, все как-то аккуратненькие, маленькие такие. Это вот вдруг внезапно, вот этот вот оверкиль, и все вдруг стали, пришла мода на маленькие ордена. Все стали в Европе их сначала заказывать, уменьшенные, которые буквально смотрятся вот очень-очень, так сказать, маленькими. И эта мода была настолько всеобъемлющей и, как бы, признанной, что в 1816 году даже императорский указ был об уменьшении размеров орденов. То есть, когда это становится всеобщим, поветрем, ну, опять же, это экономия металла определенная для казны. Но, в целом, да, вот в моде сопротивляться очень тяжело. Их изменили на небольшие размеры, ордена стали делать небольшие. Но, поскольку ювелиров было много в России, еще раз говорю, в основном это были, конечно, иностранцы, особенно занимались изготовлением наград иностранцы у нас традиционно, потому что фенифтивое искусство такое именно, вот фенифтивое, такое вот орденское, оно все-таки больше европейское, чем русское, чем русское традиции. Вот, и иностранцы стали предлагать ордена немножко других рисунков, более интересной конфигурации, там, те же Станиславы, те же Анны. Вот появились так называемые ордена, которые все называют черные эмали, которые, они на самом деле не являются черными, да, как таковой. Если мы посмотрим, вот это, кстати, довольно интересный орден анненский, да, хоть он так выглядит обычным, да, вот Станислав. Обычно они такие с плоской эмалью, она пришлифовывалась, полировалась, она не черная, она темно-темно-вишневая. Если мы направим луч света, сейчас покажу, если мы на нее направим луч света, то мы увидим, что она вишневая. И подделки, которые часто тоже встречаются, ну, наверное, они могут изготовить, но не считают нужным делать. Это вообще общая, как бы, беда всех изготовителей подделок, когда они не считают нужным соблюдать технологию, а делают так, как вот современный человек привык видеть, и они под него это делают. Потому что она двуслойная, а в середине всегда проложена тончайшая гелиошированная фольга золотая. Если мы направим свет, мы увидим, что там внутри. А сейчас просто заливают черной эмалью, полируют, и внешний вид точно такой же. Только вот как его не смотреть, ты не увидишь, что это прозрачная темно-вишневая, на самом деле, эмаль с фольгой, а так и будешь пялиться на то, что черный глухой цвет. Ну и как бы знатоки, которых сейчас очень много, объясняют, что ну, а такие тоже были, типа того. Ну вот, может, они и были, я не встречал, допустим, таких вот подлинных орденов. Ну, может быть, это реставрация поздняя, можно все что угодно говорить. А вот этот орден интересный тем, что он очень... Во-первых, он такой как бы гибрид. Здесь эмаль практически выглядит черной, но она не плоская, а объемная такая. Мне вот люди говорили, что когда ты смотришь орден с черной эмалью, то он должен быть как зеркало плоским. Да, ну вот пример. И причем, что интересно, он московский. В Москве орденов вообще делали очень немного. Конечно, они были, но вообще встречаются редко. Ордена с московскими клеймами. И вот эта Анна, именно вот необычная, она московские клеймы 19 века на себе имеет. Вот уж почему так сделал ювелир? Может, потому что у него была заготовка, он не хотел вот эту технологию делать. Но, по крайней мере, она все как положено. Вишневая, прозрачная. Вот интересно, почему же тогда действительно, если все равно как класть, почему темную эмаль клали именно вот плоско, а красную эмаль выпуклая? Вот единственное, что... Ну, понимаете, потому что у темной эмали ну, нет той игры вот на плоскости, как у этих крестов. Во-вторых, ну, не знаю, с моей стороны, темные ордена, они не очень красивы сами по себе. Вот этот вот их темный цвет. И в Европе-то их и не использовали. Это мода вот наша. Отчего она возникла? Ну, это совершенно трудно сказать. Ну, это сочетание именно плоской поверхности с темной эмалью. Да. Но вместе они сочетаются. То есть вот этот вот орден темной эмали, который сделан как обычный орден, он вот является исключением. Он является исключением, но показывает, что это не было догмой абсолютной. И вообще вот эта попытка догматизировать и найти какие-то стандарты и к ним привязать все обязательно, это вообще является крупнейшей фатальной ошибкой очень многих коллекционеров, с которой тяжело бороться, конечно, и люди любят свои заблуждения, их лелеют, так сказать, отстаивают. Но вообще, чем больше изучаешь эту тему и чем больше занимаешься темой русских орденов, видишь, что вообще разнообразие огромное и потрясающее. И делали как угодно, так сказать. Но вместе с тем технологии того периода, приемы, они должны соблюдаться. И современная все-таки вот рука современной мастера, современная работа, как правило, всегда себя проявляют. В мелочах, в деталях. Ну, потому что сейчас уже штихелем так не владеют. Вот искусство гравюра ушло в прошлое. Нет такой необходимости подписывать многочисленные парксигары, там, бювары, там, и дарственные таблички, иконы гравировать, так сказать. А раньше это как дышали, так сказать, писали. И человек был просто вот так перышком, владел штихелем. И, конечно, сейчас это практически утраченное искусство. А на наградах, на орденах это можно видеть. Плюс отделка металла, понимаете. Вот отделать металл, вот отбелить его до такого состояния, это особый отбел нужно составлять. Можно отбелить золото, конечно, там, как он в кислоте, допустим, да. Или в купаже каких-то кислот. Но вот составить тот купаж, которым пользовались они, который давал вот именно этот теплый, насыщенный, лимонный, желтый цвет, вот такой вот, это не так просто, на самом деле. Потом он, опять же, разделывался, так сказать, штихелем. Вот мы видим, он так поблескивает весь эти орлы на гранях, на местах, так сказать. Это тоже, так сказать, было вот... В целом это создавало такое впечатление игрушки, такой изящной, ювелирной. Почему некоторые вещи делали, и почему они входили в моду, трудно сказать. Но вот вместе с тем это существовало как факт. Но вот если мы просто вот эти звезды потом рассмотрим, если мы до них дойдем в разговоре, то тут видно, что вот этот вот Станислав, 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 и все абсолютно разные, у них форма разная. Но я поэтому и взял показать, что единой нормы не существовало. И вообще, как бы, вот это вообще, да. Понимаете, да, это ранняя очень звезда. Кстати, вот, да, поговорим. Понимаете, богатый человек мог себе позволить заказать орден. Это же было дорого, ну, ювелирная работа целая, так сказать, у ювелира. Ну, ты получил из капитула стандартную звезду, ну, и носи ее, как некоторые. Но некоторые были люди, которые видели в этом особый шик, особую красоту. Ну, так же, как офицер, ты мог купить дешевые никелированные шпоры, там, понимаете, за полтора рубля. А мог купить за 25 рублей в магазине у Савельева с серебряным звоном, понимаете. И окружающие офицеры понимали, что человек-то, видать, и при деньгах, и с понятием, так сказать, идет. И вообще это красиво. Звон-то какой, мы идем тут асфальт, камень-то царапаем, да. Это, по-моему, в чьих-то воспоминаниях было, что все заказывали инкера только у Савельева. Это было... Ну, не все, это было дорого. Не все заказывали. Ну, это был стандарт. Заказывала гвардия, в основном. Гвардия заказывала. Я же не помню, кто это говорил. Да, и понимаете, и потому, как пошито шинель, так сказать, было свои мастера. А Николаевская шинель, она вообще была необязательной в форме, то есть Николаевская шинель, она не входила в комплект, обязательная для технических вещей. И стоила она, извиняюсь, 500 рублей. То есть это безумные деньги. Ее заказывали, шили. Да, широкая такая, с пелериной, подбитая мехом. Но это считалось, понимаете, ты лучше поголодай, посиди на хлебушке в воде, но пройдись, так сказать. Вот это шикарно. Вот эта вот мода, она, конечно, была. И то же самое было с орденами. Что когда человек приходил с обычной звездой, это все сразу видели. Или это отдельная ювелирная работа. И я вот в этом плане удивлялся всегда, что, допустим, русские звезды иностранной работы, которые всегда, как правило, прекрасно исполнены, не пользуются никаким спросом. Они не капитульные. Они не капитульные. И понимаете, вот тут ситуация какая. Вот капитул, это вот, они делали одинаковое все. Ты можешь сравнить, вот взять один орден и понять, это настоящий орден, вот он эталонный. А вот это точно такой же. Значит, и он настоящий. И вот это точно такой же. Но какой же ты коллекционер, если ты не можешь увидеть? А если это другой производитель, то ты так не можешь сравнить. Потому что другой производитель, он изначально делает по-другому. Чтобы было не похоже. Да. И считалось, что это правильно. Так и должно быть. Только сейчас это прекрасный вариант для подделки. Ты делаешь частника и показываешь. Вот это с капитулом не сопоставим, правильно, потому что это частник, он другой. И это возможно легализовать любую подделку. Поэтому не берут. Поэтому, понимаете, в чем дело-то? Да, можно так сказать, для неграмотного человека это именно так и обстоит дело. Но вот помню свою первую звезду, Станиславскую, которая попала иностранно. Это немецкий Фаберже. Фамилия его этого ювелира Хассауэр, кто знает. Это ювелир высочайшего класса. И звезда была сделана так. Ну, вы знаете, как говорится, если кто-то сейчас попытается даже повторить это, я съем свою шляпу, что называется. Но никто не пытается, понимаете? Уровень выработки серебра, уровень эмалей, уровень отделки. Но это невозможно повторить. Ну, нет, повторить возможно все. Но себестоимость такая, что, знаете, лучше на аукционе 5 звезд Андрея Первозванного купить, чем сделать с нуля такую звезду, которая, в принципе, будет никому особо не нужна. Посмотрят, а что это такая она странная звезда? Ну, да, в Германии сделана. Хоть в Германии кавалеров Станислава были сотни. Конечно, они заказывали у своего ювелира и не видели в этом никаких проблем. Наоборот, для них Хасауэр тоже был дорого, как у нас к Фаберже сходить. Некоторые русские звезды носили. К нам их возят оттуда, из Германии. Но не в этом дело. А дело в том, что ювелиры делали, и, естественно, богатые люди были, заказывали. И до нас они дошли в значительном количестве, эти звезды. Их боятся по одной причине, что из-за отсутствия своих знаний и непонимания материала. Вот, допустим, звезда, о которой вы говорили, Станиславская, тоже можно сказать, ну, она, наверное, частная. И это будет неправильное рассуждение, потому что эта звезда самая, что ни на есть, государственная. Если мы возьмем самый первый, 831 года, да, статут, мы увидим, что там звезда именно этого образца. Один в один. С количеством лучей, с количеством рельефа, с расположением веток. Вот все. Абсолютно это та же звезда. Кстати, медальон целиком выполнен из золота, как и полагается. Но на ней сзади нету клей. Вот просто нету клей. Не считали нужным тогда, в 831 году. Потому что звезда шла только к первой степени ордена. Там генералам каким-то, я не знаю, и награждений было мало. Ну, не проклеймили почему-то. Но, тем не менее, это оригинальная русская звезда, без сомнения, того времени. Но кому-то либо сейчас доказать, да. Вот зато есть вот такие вот грубые звезды временного правительства, изготовленные уже по последнему указу. Бронзовые, что ли? Да, бронзовые. Ну, на ней сзади зато стоит клеймо Эдуард. Вот, ее можно сравнить с той, что в книжке, посчитать все точечки, все прожилочки, и сказать, вот, это настоящая звезда. Хоть совершенно такая вот откровенная грубятина. И все видели, империя рухнула. И, ну, заказ поступил, деньги выделили, ну, вот, на самом деле, это вот очень хорошо сравнить, что было, что стало. Вот это временное правительство, вот, и эстетика сама, она поменялась. И вот, насколько все хуже стало, вот это вот прям, вот, его можно сравнить с любой звездой императорской, будет сразу видно и понятно. Да, ну, к чему, от чего ушли, к чему пришли. Ну, тем не менее, это тоже, как бы, предмет своего времени, он имеет право на существование. Вот, красивейший, это что такое? Тоже какой-нибудь частник немецкий? Нет, это русский частник, он с клеймами. А вот такой закрутки-то на звезде я никогда и не видел. Да, а это часто делали, потому что звезда должна быть плотно прикреплена. Если мы посмотрим обычную звезду, вот, то сзади булавка. На одежде не прокалывались дырочки, на одежде пришивали специальные петельки, одежду берегли. В них вставлялось, застегивалось. Мы можем видеть на некоторых мундирах целый ряд этих петельок. Вот. Но, был один недостаток, что вот эти вот края неплотно прилегали, и они могли цепляться за что-либо. Ну, создавали неудобства. Поэтому на ряде наград делали вот такое вот крепление винтовое, что даже шайба иногда подкладывалась большая для более плотного прилегания. Ну, можно предположить, что военные так чаще делали, потому что все-таки мундир, он более наверх одевается, там, одежда, портупея здесь, так сказать, аксельбанк может находиться, еще что-то. Вот. Шнур револьверный мешает. Поэтому, чтобы плотно прилегали звезды, вот такие вот делали. Она и плоская? Да, она плоская практически для плотного прилегания к одежде. Такие звезды были тоже плоские. Были даже более плоские, были совершенно вот практически, вот абсолютно ровные. Ну, вот. Это очень редкая звезда тем, что она с верхним расположением мечей. Верхнее расположение мечей существовало непродолжительное время. Да. И означало, что, допустим, человек мог получить низшую награду боевую, а последующие награды гражданские. А поскольку существовало правило, что когда ты получил высшую награду, низшая снимается, долго было, ну, чтобы не загромождать мундиры орденами, вот, получил, там, вторую степень, третью сними. И верни в капитул, кстати. Вот. То, а как отличить, что у него была первая с мечами, там, боевая награда? Тогда сказали, что тогда к высшей степени, чтобы было видно, что низшая была у него боевая, наверх добавляются мечи. Ну, это тоже с Европы взяли, как бы это правило. И вот такая вот звезда, видите, это говорит о том, что вот эта первая степень у него гражданская, у этого кавалера, а низшая, вторая или третья, имелась за боевые заслуги. Вот. Ну, и крест, кстати, вот тоже, Станиславский, тоже, вот видите, с верхним расположением мечей, довольно нечасто встречаются они. Ну, тут совсем все нечасто, и короны, и верхние мечи. И корона, да. Ну, короны встречаются не очень часто, но бывают, как особая степень. Вот. Ну, тоже благодаря тому, что короны золотые и вес много, то было время, когда их сдавали, они до нас дошли в не очень значительном количестве. Да их вообще мало. Да. Ну, и звезды вот такие же, вот, к примеру, Анинскую звезду, видите, она с, да, она с короной поставлена. Корона просто сзади на винтике закреплена, на винтовом креплении. Кстати, существует масса подделок этого ордена. Ну, дело в том, что Станислав, его найти несложно. Несложно. Это очень частый орден, но Станислав с короной, это уже огромная редкость. Ну, огромная, большая. Ну, хорошо, большая, ладно. Ну, добавить корону, цена изменится несколько раз. Да. Но правильно добавить корону, что-то никто пока до сих пор не смог. Почему? Это мы опять упираемся в вопрос технологий. Вот. Корона объемная, двусторонняя. Вот. Во-вторых, корона изготавливалась штампом. Была корона штампованная тогда. Вот. Штамп имеет свои особенности. То есть здесь вот, в данном случае, если вы хотите уже сравнить и убедиться, то вы должны положить рядом с настоящим, и вы увидите вот эти микроособенности штампа, которые присутствуют на каждом, в принципе, ордене. Ну вот. Но были и частные ордена с коронами, и их сравнить практически не с чем. Вот именно. Вот. И они существуют. Но, к счастью, для нас уровень их исполнения не тот, понимаете, который, вот, ну, невозможно отличить, что называется. Еще никому не удавалось скопировать, допустим, капитальный орден в подробностях абсолютно. Потому что там есть штампованные детали, и, допустим, там какая-нибудь мелкая деталь, вот вроде ободка с лавровым листочком. Она имеет, так называемый, конфаренный фон, то есть такой пупырышки, таким мелким сыпью, как песчаный. И вот это расположение вот этого песка, если мы начнем сравнивать, оно, в принципе, штампованное, и поэтому на всех орденах оно совпадает. И мы можем сравнить, и сразу сказать, да, внешнее сравнение, да. Ну вот, понимаете, к сожалению, людей очень трудно переубеждать. И существует вот масса таких камней притыкания, когда, ну, невозможно человека переубедить, и его зацикливать на чем-то, вот, особенно если он считает себя большим специалистом, и даже какие-то доказательства не действуют. Вот когда-то эта известная история, наверное, ее все знают, кто Москва, Петербург, как человек носил найденную на юге страны звезду, Георгиевскую. И все, включая, так сказать, экспертов, и все, включая знатоков вот жанра, все говорили, что эта звезда поддельная. Потому что этого не может быть. Чего я буду смотреть? Где, откуда, откуда нашли, где в Одессе, боже мой, да, ну, конечно, Георгиевские звезды в Одессе находятся. Тем не менее, эта звезда действительно подлинная была. Потом и это убедились спустя без малого 10 лет. Я первый был, кто сравнил, и пошел в музей, договорился, взял в фондах образцовую звезду, капитульную, положил, хранитель был бы, владельцы, микроскоп был бы, ну, вот, смотрите. И все убедились, что все микро, вот, следы, штамповки, обработки, они полностью идеально совпадают. Идеально совпадают. То есть то, что подделать невозможно. Там, где-то, вот, обрамление звезды, вот, там, точечки идут по периметру, ну, невозможно, там, копировать, даже при лите, даже при точном лите, невозможно копировать, там, микродетали штампа, которые перевелись абсолютно четко, вот, как на промокашку. Вот. Но, к сожалению, ушел поезд, с тех пор цены изменились, ушел ряд покупателей, и, насколько я знаю, человек так с ней и остался. Но он, правда, дорого ее считает, но это вот пример появления неожиданного, но абсолютного раритета. Потому что, ну, в частных руках капитульных звезд, насколько я знаю, за все время и за всю историю я только об одной слышал, вот, это вторая. Вот. Причем та первая, никто там ее не рекламирует. Там георгиевских наград, второй степени, у которых звезды были, было 125, 125, да? Да, ну, 25 этих. Ну, естественно, их не по одной, не каждому. Начнем с того, что можно сразу откинуть добрую половину на 18 и первую половину 19 века. Здесь вторая половина, то есть, когда это вообще были уникальные награждения штучные, вот, потому что звезды, они тоже менялись. Первые звезды были сшитые, как мы знаем, и они до нас почти не дошли, а потом их стали подделывать, и очень хорошо сшитые звезды. Почему? Потому что брали старые ткани, брали старые блестки, а руки, как говорится, те же у людей. И если он толковый вышивальщик, а она-то толковая вышивальщица, и посмотрев, делали практически неотличимые вещи. И только потому, что они вдруг появились в количестве, стало понятно, что, да, что-то здесь нечисто. Вот, ну, и тем более, изготовителю надо же деньги зарабатывать, он же не может изготовить одну звезду, заработать. Все, и они когда пошли десятками, вот, люди разочаровались в этом, и тоже, как бы, никто не мог понять, а как же их отличить? Хоть есть отдельные элементы, которые использовать невозможно, там старые, проволока специальная такая, которая через особые фильеры протягивалась. Вот, никто этого не стал заморачиваться с ними, вот, поэтому подделки отличать все-таки можно, но все боятся, и вот нам лучше вот капительную звезду, обычную, простую, дайте, и все. Это, конечно, деградация уровня. И, конечно, люди очень слабо разбираются в клеймах, к сожалению. Клеймение – это вообще основа, основ, которую должен знать коллекционер Наград, изучить. Но, к сожалению, я вот за всю свою жизнь убедился, что, как есть люди, не способные к воспринятию звуков, допустим, каких-то, ну, вот, как ему ни говори, он не может, из него не сделаешь композитора. Также есть люди, которые не способны разбираться вот в клеймении. Люди, которые по 10-15 лет занимались этим делом, собирают, и все, и все равно каждый раз бегают, а вот посмотрите, а вот посмотрите. Я говорю, ну, как же, ну, ты же столько лет, ну, посмотри сам, вот, ну, вот сразу, а я не понимаю, я не вижу разницы. Вот, к сожалению, этим пользуются непорядочные люди, и если человек хочет не зависеть от чужого мнения и считать себя специалистом, клеймение надо разбираться прекрасно. Тем более, вышел очень хороший справочник Иванова, вот, объемный, он, конечно, дорогостоящий. 20 тысячам стоит. Да, но один раз разориться можно, потому что он, в принципе, все вопросы освещает необходимые, которые необходимо знать. Там есть, конечно, лакуны какие-то, там, чуть-чуть. Ну, там три тома у Иванова, то есть зеленый и два синих, я говорю про тот, который нужный. Да, ну, есть адаптированные издания, так сказать, ксерокопии продают, короче, можно найти при желании там, и это надо освоить, как отче наш, так сказать, знать. Ночью разбуди, тогда многие проблемы отпадут сразу. Хотя мы имеем дело с Россией, и здесь всегда есть свои детали. А вот клеймени, которые описаны Ивановым, они не всегда соблюдались. Они далеко не всегда соблюдались. Если бы просто не всегда, это бы ладно. Они далеко не всегда соблюдались, а иногда просто нарушались. Например, вот, там, два золотника, по-моему, да? Да, клейма-лопатчика, так называемая. Оно могло ведь не ставить... Иногда ставилось на другой вес. Этому можно найти тоже объяснение, да. Но, допустим, так же, как Орден Святого Георгия, четвертый, допустим, степень или третий. Понимаете, на обычном ордене есть где поставить клеймо мастера, вот на свободном месте. На Георгии свободным остается только ушко. Да. И ушко небольшое, на него не всегда можно поставить и клеймо пробы, и именник мастера. Иногда именник или плохо проставленный считается, иногда его просто нет. И возникает вопрос, а как, собственно, могли клеймить предмет без оттиска мастера? Это запрещалось. То есть предметы к клеймению принимаются только имеющие данные изготовителя. И клеймили, ничего. Такое встречается. А люди говорят, а вот где это? Ну, вот такой вот факт. Так же, как, допустим, полагалось наносить на боковую поверхность ордена дополнительное клеймо, оно стоит. На одних стоит, на других не стоит. Даже на аннах, допустим. На одной, второй анне, это можно найти, да. Или, допустим, решетки, которые полагалось клеймить на ордене. Здесь тоже должен стоять дополнительный клеймо. Очень часто на двух стоит, на двух не стоит. Достаточно было на двух. Но иногда бывает на одном стоит, а на трех не стоит. А бывает три. То есть мастер на это не смотрел, он брал из коробочки эту кучу проштампованных деталей, которые он чередовал, и как легло, в принципе, знаете, ведь как производилось, допустим, клеймение вообще ордена, его же клеймили не когда орден готов, вот наштамповали детали, золотые плечи, креста, все спаяли в целом, и тут же несут его в пробиранную палатку, дают, там посмотрели, запилили или по знакомству поверили так, что не будут обманывать, и на чем, кстати, много раз ошибались, и тот же Эдуард, и тот же Кейбель покончили жизни со скандалом. Эдуард покончил рисуем листом? Да. Кейбель-то говорят да. Да. Почему? Потому что вот это огромное количество государственных заказов, эти пуды золота проходящие, они, конечно, ювелира провоцировали на то, чтобы по чуть-чуть, по чуть-чуть, тут полграммчика, тут, так сказать, полдольки, и по чуть-чуть набежало на такие суммы, что когда это выяснилось, начался скандал. Но Кейбель же не был виноват? Ну, там спорно виноват за все, отвечает производитель, он сдает, и в конце концов он, так сказать, был выгодополучатель, вот, поэтому, короче, люди были чести, понимали, что никуда здесь не выкручься, хоть их наследники продолжали дело, ничего страшного, вот, это, как говорится, сын за отца не отвечает, там, жена за мужа, но не в этом дело, я просто хочу сказать, что даже тогда мы можем с этим сталкиваться, иногда даже прямое бывает, что вот смотришь, решетка вроде, или там орел, какой-то он странный, начинаешь пробовать, а он внутри не золотой, вот он снаружи вызолочен, да, то есть даже такими вещами занимались, понимаете, это на капитульных вещах? На капитульных вещах, причем он так вызолочен грамотно и поставлен, что было понятно, что все никто не заменил, ну, там, 100-200 штук принесли, естественно, каждую решетку никто не запиливает и не капает кислотой на нее, и они понимали, что пройдет столько времени, пока это может быть выяснится. Ну, то есть это воровство на ювелирной фабрике? Да, воровство у изготовителя, это тоже, кстати, вот пример, вот в первой половине 19 века, во второй, такого не было, это вот пример той деградации, которая вот тоже происходила в обществе, в людях, даже на таком уровне, понимаете, когда уже размывались основы, так сказать, какие-то у людей, в их понятиях, в нравственности, и мы можем это тоже вот видеть, ордена нам дают это, так сказать, показывают такое вот, да. Дорогие зрители, мы продолжим с Александром рассказ о орденах, мы даже не посмотрели того, что здесь на этом столе, как-то не пришлось, я думаю, что Александр нам еще расскажет, спасибо. Ну да, если коснемся, мы тут будет к слову, мы упомянем, потому что есть очень много мелких деталей, которые надо знать, которые не описаны ни в какой литературе, и даже в описании орденов они не сказаны, то есть вот были вещи, которые традиционно делались, но нигде об этом не написано, что вот они должны делаться. Это вот просто традиционная вещь, которая использовалась, понимаете, вот, к примеру, ордена, которые выдавались иноверцам Станислава. Давайте мы с этого начнем следующую передачу.